МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двухдневный визит окружных гостей. Нефтьюганск посетили члены Координационного совета. Ветер, свобода там высокожая, там всегда ветер. А ветер, это, как говорится, охлаждает душу. Они стояли у истоков зарождения Нефтьюганска. В день рождения города мы пообщались с Анатолием Коноваловым, который одним из первых приехал покорять север. 16 октября Нефтьюганск отметил свой 46-й день рождения. Массовых гуляний на площади не было, однако большое внимание имениннику в этот день уделили гости из округа. Два дня члены Координационного совета, депутаты и главы муниципальных образований провели в Нефтьюганске. Посетили социальные объекты, местные достопримечательности, а также обсудили наиболее важные для игры вопросы на пленарном заседании. Обо всем этом подробно сразу после небольшого обзора пятничных новостей. Атмосфера 60-х годов сегодня царила в галерее Метаморфоза. Ко дню рождения Нефтьюганска впервые провели историко-познавательный турнир. Актеры театра кукол инсценировали образ той эпохи, читали отрывки из реальных газет и воспоминаний первопроходцев, а также стихи местных поэтов. Там, где тайга раскинулась без края, там, где осокой топи поросли, там, где морозы жалости не знают, мы нефть и газ берем из-под земли. Участие в историко-познавательном турнире приняли три команды по 10 человек в каждой. Это школьники, работники администрации депутатского корпуса, а также студенты индустриального колледжа. Подобная игра уже проходила в апреле. Только тогда ее посвящали Дню местного самоуправления. Форма турнира очень оказалась востребована, потому что у нас участвует третья команда Невсюганского индустриального колледжа. И я очень рада, что у нас становится участников все больше и больше. Историю родного края изучали самостоятельно, кто в музее, кто в интернете. Подкрепили знания на фото-выставке с подсказками, где можно было познакомиться с биографиями людей, которые осваивали Усть-Балыкскую землю. В Невсюганске я родилась, и поэтому я должна знать историю своего города. А здесь, лично для меня, я проверяю эти знания. Интеллектуальные состязания прошли в три этапа. Разминка, основная игра и конкурс капитанов. За правильные ответы давали не баллы, а баррели. Участников спрашивали о важных датах, знаменательных событиях, первопроходцах и даже географических особенностях Невсюганска. Это единственный город в Среднем Приобре, который находится на островной территории, между двумя реками Обь и ее притока Юганского. Наш город находится на территории горных сводов. Это территория полезных ископаемых. Больше всего баррелей набрала команда администрации депутатского корпуса. Между школьниками и студентами разрыв в 30 очков. Однако эти результаты не так важны. Главное, теперь участники знают все о любимом городе. Сегодня подвели итоги 13-й городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». В этом году участие в проекте приняли 199 учеников разного возраста. Свои работы школьники представляли в девяти номинациях, среди которых присутствовали исследования по социологии, этнографии, архитектуре, психологии и другим направлениям. Как отмечают организаторы, научная конференция ежегодно расширяет свои масштабы по количеству участников и исследуемых тематик. Победители интеллектуально-творческих состязаний удостоили дипломами, а руководители проектов – благодарственными письмами. Авторы лучших работ в ноябре будут защищать честь города на окружном этапе. Я как председатель жюри хочу сказать, что мы на будущий год еще более значительные критерии возьмем за основу, чтобы победы доставались еще труднее. Потому что только в преодолении трудностей наблюдается тот факт, который связан с преодолением себя и с действительным достижением значимых результатов. Шумные соседи. Члены административной комиссии рассмотрели 24 материала, которые касались нарушения тишины и покоя горожан. Один из них повторный. После первого заседания нарушитель обжаловал решение комиссии в суде. Жалобу удовлетворили частично и материал отправили на новое рассмотрение. Где-то в районе двух часов начался шум перфоратора. Это даже не с соседнего подъезда, это вот прям. У нас квартира по диагонали идет, мы на третьем, он на четвертом по диагонали. И шум как бы неоднократно с его квартирой был. Сосед мешал отдыхать нефтьюганцам в воскресенье еще 14 апреля. Те вызвали участкового, но нарушителя дома не оказалось. Однако его жена заверила, что супруг действительно делает ремонт. Нарушитель на рассмотрение дела опоздал, но свою точку зрения высказал. Говорит, он не шумел. Громкие звуки исходили из ближайшего подъезда. Кроме того, соседи не приходили и не жаловались. Если, например, я воскресенье стучал, если она постучит, я остановлюсь. Она же приходила мне в 14, 15 декабря, в субботу. Я три глаз дня выбил, а потом не стал выбивать, не знал закона. Виновность мужчины члены комиссии все-таки установили, но по закону штрафовать его уже поздно. Срок давности дела и встек. А вот остальные нарушители безнаказанными не остались. Чай, не могу, музыку дома слышишь? В это время нет, не можете. Если это мешает соседям, не можете. Я говорю, я не мешал, как я мешал. Говорит, слух было не громко. Существует закон, ограничивающий громкое использование звуковоспроизводящего оборудования. В данном случае вы в позднее время нарушали покой соседей. Тем самым допустили административное правонарушение. Большинством голосов члены комиссии решили наказать меломана минимальным штрафом 500 рублей. Платить его молодой человек не собирается. Да, жаловать. Сейчас нарушитель может обратиться в суд в течение 10 дней. Если все же передумает, то на добровольную плату штрафа у него есть 2 месяца. Специалисты РН «Юганскнефтегаз» вновь лучший среди работников дочерних обществ НК «Роснефть». Завершился заключительный этап корпоративных смотров на звание лучшей по профессии, лучший геолог и лучший технолог среди работников дочерних обществ нефтяной компании. Нефтяники прибыли на Кубань показать свой профессионализм, проявить характер и волю к победе. В этом году конкурс собрал в Краснодаре порядка 600 человек из 105 дочерних обществ. Одну из самых многочисленных делегаций отправил РН «Юганскнефтегаз». Наши нефтяники традиционно показали высокий уровень своего профессионального мастерства. Результаты говорят сами за себя. Сотрудники общества завоевали 6 первых и 2 третих места, что позволило обществу вновь быть первыми в общекомандном зачете. В день города в Нефтьюганск прибыли депутаты и главы со всех муниципальных образований Югры. Гости пробыли в Нефтьюганске два дня. В программу визита вошла обширная экскурсия по социальным объектам. Сначала гости Нефтьюганска побывали в новом детском саду в 14 микрорайоне. Дошкольное учреждение не просто удобное и просторное, оно еще и умное. Строительство обошлось в общей сложности в 142 миллиона. Это и строительно-монтажные работы, и благоустройство, и приобретение оборудования с мебелью. Детский сад рассчитан на 10 групп. По проекту предусмотрено было 200 мест, но по факту получается, что посещать садик могут и 250 детей. При подготовке спальных и игровых мест этот момент учли, так что проблем в этом плане не возникнет. Сад оборудован всем необходимым. Для малышей предусмотрены не только музыкальные и спортивные залы. Здесь есть и комната Монте-Сори, медицинский кабинет, фитобар, зимний сад, лаборатория, пищеблок, компьютерный и шахматный классы. Шахматы – это не новинка для нефтеюганских садиков. Практически во всех учреждениях такие занятия входят в программу. Причем детям больше нравится играть не за столом, а на полу большими фигурами. Члены Координационного совета по достоинству оценили бассейн – особенность нового садика. Он снабжен отдельной системой водоочистки и вентиляции, сохраняющей микроклимат. Все требования Сампина соблюдены и к строителям претензий нет. Мы очень довольны и ждем, когда же наконец мы увидим здесь детей. Детский сад уже укомплектован кадрами и места получат те дети, которые находятся в очереди. После устранения замечаний стройнодзора в течение месяца группы будут заполнены. Дети как ходят? Из ближайших? Нет, нет. Или со всего? В основном те, которые ходят в другие сады, они сюда приведутся. То есть желающие переводки. То есть они потом у них право есть поменяться? Есть право, такое сохраняется. Понятно. С введением этого садика, конечно, проблема с местами в Нефтьюганске не решится. С учетом темпов строительства и обеспеченностью дошкольными учреждениями, городу необходимо семь садиков, чтобы ликвидировать напряженность. За три с половиной года эта проблема окончательно решится. Мы планируем на следующий год два детских сада на 320 мест и начать строительство еще двух детских садов на 320 мест. Земельные участки есть. Они с обременением в пятом и в шестнадцатом микрорайоне. Мы обременение снимаем и на следующий год мы планируем выйти на строительство еще двух детских садов. Депутаты и главы муниципалитетов побывали и в девятой школе, которая тоже была отремонтирована в основном за счет пожертвований нефтяников. Юганс нефтегаз выделил 175 миллионов рублей. Школа преобразилась не только внешне. Отремонтированы полы, стены, потолки, заменены все коммуникации. Кроме того, здесь появилась современная система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, выведенная на пульт охраны. С чистой водой в нашей школе проблем нет. Это проект Ханты-Мансийского округа. Называется «Чистая вода». Автономные очистные сооружения обеспечивают детей с чистой битьевой водой. После ремонта появился и мини-автогородок. Школьная столовая может вместить до 160 детей одновременно. Все школьники обеспечены бесплатным горячим питанием. Для детей из малообеспеченных семей рацион немного разнообразнее. Впрочем, он доступен и обычным ученикам, но за дополнительную плату. Спортзал – это особая гордость. До девяти вечера он никогда не пустует. Пол оборудован специальным прорезиненным мягким покрытием, на которое нанесена разметка для игровых видов спорта. Отдельно в холле расположены столы для игры в настольный теннис. Это уже секционные занятия. Учреждению 28 лет, но после капремонта оно выглядит так, словно его только что построили. Особого внимания заслуживают и новые классы для начального блока. Могут написать, могут нарисовать, а могут речь сказать. То есть это не возбраняется? Не возбраняется. В каждом классе есть обычные и интерактивные доски. Мобильный компьютерный класс, состоящий из 20 нетбуков, можно переносить в любой кабинет. Также парты и стулья малышей меняют размеры по мере роста ребенка. Они раздвигаются и поднимаются. Чтобы облегчить портфели первоклашек, в школе заведены два комплекта учебников. Один для дома, один для занятий в классе. Члены делегации преподнесли подарок для школьной библиотеки. В честь посещения Координационного инкардационного совета это энциклопедия. Следующим объектом, на котором побывали гости, стал строящийся центр водных видов спорта «Жемчужина Югры». Строить его начали 7 лет назад, и городские власти не раз столкнулись с проблемами при возведении комплекса. Но все-таки реанимировали объект. Сейчас работы ведутся полным ходом, и к осени следующего года строители обязуются сдать бассейн. Там внутри металл? Или это соединение? Нет, это клеенная конструкция. Будущий центр водных видов спорта можно назвать чудом во всех смыслах и в плане архитектурного решения, масштаба и технологий. Подобного рода объекты в России можно посчитать по пальцам. Общая площадь сооружения 26 тысяч квадратных метров, из них 2000 – площадь зеркала воды. Трибуны на 500 мест позволят проводить здесь грандиозные массовые соревнования самого высокого уровня, а также развивать новые виды спорта в Невтеюганске. Помимо бассейнов здесь появятся и роскошные спортивные залы, досуговая зона и аквапарк. По примерным подсчетам, годовое содержание такого огромного комплекса выльется в 40 миллионов рублей. Мы надеемся, что за счет бизнеса мы часть затраты купим. Плюс, естественно, мы будем эту платную деятельность вести. Но она, конечно, не всегда. У нас социальная больше степени формироваться будет. Но думаю, что все-таки постараемся на безубыточный свой день. Расположена парковая досуговая зона в центре города, так что прилегающая территория примыкает к юбилейной площади и центральной библиотеке. Здесь тоже будет наведен полный лоск. Высажены деревья с благоустроенными тротуарами и зеленой зоной. Конечно, он долго строится. Но то, что он долго строится, как его ведут на будущий год, это быстро забудется. А вот то, что он останется, он останется. По идее, уникальный объект, который, я считаю, был бы украшением даже городов многомиллионников. И детский сад, и девятая школа, и бассейновый комплекс. В возведении и ремонте каждого этого объекта участие принимало и градообразующее предприятие. Размах помощи и размах социального партнерства, который существует между властями города, между жителями нефтьюганской и градообразующим предприятием, он на самом деле очень большой. Кстати, везде практически присутствуют деньги не только нефтяной компании, но и деньги автономного круга, деньги муниципалитетов, то есть долевое сотрудничество. Я считаю, что если нефтьюган сохранит вот такие темпы строительства хотя бы несколько лет, я считаю, что это очень здорово. Идет параллельно строительство таких объектов, как и по системе государственно-частного партнерства, так и в программе сотрудничества. И, конечно же, это градообразующее предприятие, единственное в городе нефтьюганске. Самое главное, что город получит дополнительно к тому, что имеет такие объекты, которые еще сделают более комфортными условиями проживания в городе. Гости также побывали и в новом доме для одиноких престарелых и инвалидов на 100 мест. Этот объект строился по программе сотрудничества в рамках соглашения между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами. Он представляет собой три корпуса. В двух будут расположены полностью обустроенные меблированные комнаты квартирного типа. Каждое такое помещение оборудуют всем необходимым холодильником, плитой, микроволновкой. Хотя предусмотрено и строительство отдельного пищеблока. Еще один корпус предназначен для медперсонала и тех стариков, которым требуется постоянный уход. Как только нам передадут в оперативное управление, в комплексному центру защиты, так мы начнем прием граждан на заселение в специальный дом для одиноких престарелых. Каждому региону-участнику соглашения будет выделена определенная квота, так что новый дом обретут не только одинокие жители нашего округа. В сентябре прошлого года была забита первая свая, а сейчас дом полностью готов. Осталось дождаться официального открытия. Сметная стоимость объекта — 340 миллионов рублей. Накануне члены Координационного совета провели пленарное заседание, в ходе которого обсудили проблемы ЖКХ, жилищного строительства и другие не менее актуальные вопросы для муниципалитетов Югры. В этом году на приобретение квартир по соцнайму, переселение жителей аварийных домов и формирование маневренного фонда из окружной казны планируется выделить 7 миллиардов 800 миллионов рублей. На эти деньги около 2,5 тысяч семей должны переехать из непригодного в капитальное жилье. На 1 октября уже выделено 3,5 миллиарда. Это лишь 45% от годовых плановых назначений. В Нефтьюганске сегодня 247 домов, признанных непригодными для проживания. 70 из них аварийные, подлежат сносу. На реализацию окружной программы по переселению в этом году из Югорской казны было направлено 125 миллионов рублей. Муниципалитет заявился на долевое участие в строительстве многоквартирного дома. В итоге город выкупит 22 однокомнатные квартиры, 21 двухкомнатную и 4 трехкомнатных. Всего же в этом году 30 квартир уже предоставлены жителям аварийных домов. Из них 13 по соцнайму, остальные по договорам Мены. В конце этого года в 15 микрорайоне планируется сдача многоэтажного дома, в котором городские власти уже выкупили 39 квартир. В дальнейшем их распределяют между жителями аварийных домов. В этом году под снос переданы 4 аварийных деревяшки в 4, 5, 6 и 11 микрорайоне. Также в рамках окружной программы были расселены жители Балков. Сформирована адресная программа, порядка 18 семей было сформировано. Из 18 семей уже 15 приобрели жилье, двое, две семьи уже на стадии заключения договоров и одна еще не определилась. То есть это решение, эту программу решили. Согласно перечню поручений президента страны по итогам заседания госсовета, до 2016 года объекты жилищно-коммунальной отрасли всех государственных и муниципальных предприятий должны быть переданы частным операторам в рамках конституционных соглашений. Решением Координационного совета рекомендовано органам местного самоуправления принять к исполнению графики передачи объектов, осуществляющих неэффективное управление. Мы здесь должны понимать вообще не продажу муниципальной собственности в частным операторам, а передачи, речь идет о передаче там, где это неэффективно управляется, предприятие жилищно-коммунального комплекса, частным операторам или в аренду долгосрочную, или в концессию. То есть в любом случае собственникам этого жилищно-коммунального комплекса как был, так и остается в муниципалитете. Позитивные примеры конституционных соглашений, когда частникам передается право управления, но не имущество ресурсоснабжающих предприятий в округе есть. Это электросети Сургута, переданные в частные руки несколько лет назад. Также коммунальные предприятия Галыма, которые уже практически полностью модернизировали всю коммунальную сферу за счет существующей инвест-надбавки к тарифу, при этом без его завышения. Но прежде чем заключать подобные соглашения, каждый муниципалитет должен определиться, насколько эффективно существующее управление. В этом поможет правительство округа, которому предстоит разработать рекомендации и определиться с самим понятием эффективного и неэффективного руководства. А дальше решения будут принимать сами муниципалитеты. Если говорить о нефтьюганске, то по графику уже в следующем году тепло и вода должны быть переданы инвесторам. Во-первых, нужно понимать, что такое неэффективное управление жилищно-коммунальному хозяйственному критерии, оценку. И при этом в дальнейшем рассматривать вопрос использования, привлечения частных операторов для повышения эффективности этого управления. Четко придерживаться графика необходимости нет. Самое главное, как отметили участники заседания, чтобы такие перемены пошли на пользу населению. И реформа ЖГХ изменила существующую ситуацию в коммунальном комплексе в лучшую сторону. Далее с оперативной обстановкой вас познакомит пресс-служба нефтьюганского отдела внутренних дел. Здравствуйте. За прошедшую неделю в городскую полицию поступило 345 сообщений. Из 12 зарегистрированных преступлений раскрыто 8. 14 октября в дежурную часть поступило сообщение от работника магазина Маргарита о том, что неизвестный из служебного кабинета магазина похитил денежные средства в сумме более 100 тысяч рублей. На видеозаписи, зафиксированной с камер видеонаблюдения, видно, как подозреваемый прячет похищенные денежные средства под куртку, затем убегает. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний житель города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Проводится расследование. Также в отделе МВД зафиксирован один факт незаконного хранения и изготовления наркотических средств. Вес изъятых наркотиков в общей сухой массе составляет более 1 грамма. 13 октября при проверке граждан сотрудника МПО выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия у 57-летнего жителя города, который он хранил у себя дома в диване. В ходе осмотра места происшествия было изъято оружие и 19 патронов. В настоящее время оно направлено на исследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Проводится расследование. Кроме того, сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Богданова Евгения Сергеевича, 1984 года рождения, который 15 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. О себе и свое местонахождение не сообщает. Приметы на вид 25 лет, рост 165-170 сантиметров, европейские теплица, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза серые. Особые приметы – татуировки в виде двух восьмиконечных звезд на груди и кинжала на левой руке. Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, незамедлительно сообщить дежурную часть полиции. За прошедшую неделю составлено 1284 административных протоколов по линии ГИБДД. Сотрудниками полиции проведено 11 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Статус города Нефтьюганску был присвоен в далеком 67-м, но еще раньше осваивать север приехали первопроходцы. Анатолий Коновалов больше полувека назад из Сургута вместе с семьей, с женой и полуторагодовалым сыном переехал жить тогда еще в вахтовый поселок Усть-Балык. Поначалу работал техником-геофизиком, занимался исследованием скважин, а потом был назначен партийным руководителем. В день рождения города мы пообщались с человеком, который пережил все вехи становления Нефтьюганска. Добрый день, Анатолий Александрович. Уже больше полувека прошло с того времени, как вы приехали осваивать север. Расскажите, пожалуйста, о своих первых впечатлениях. Приехали в Нефтьюганское, вот на пятачке, вот эта гора, это сейчас не гора, это была гора. И катер пристал, мы, значит, с женой, с ребенком, гроза, дождь. Ну, а впечатление какое было? Комары, бездорожники, и жить негде. А что было самым трудным в то время? Обращали ли внимание на бездорожье, на отсутствие жилья? Ведь в то время приходилось ютиться в одном домике по нескольку семей, или просто, ну, вот физически не было времени обращать внимание на все неудобства? Ну, по-другому-то никак нельзя. И по двое, и по две семи, и по три семи жило вместе. Ну, перенечевать-то где-то надо, где-то обогреться. Да, в то время и как-то понятия это были такие, ну, как это, вот он на улице, а я в тепле. Но тогда народ очень дружный был. Дружнее народа не было. Работали день и ночь. Бурили скважины, строили дома, детские сады, школы. А время на отдых было? Как отдыхали? А некогда было отдыхать. Нас если увезут на Буровую, то как минимум в неделю. А приехали в кино. Жены без нас, вот пластинки заберут, пойдут в клуб «Геолог» на пятачке, там потанцуют. И в 11 часов, хош не хош, общий отбой был. В 11 часов электростанция выключалась, и поселок погружался в мертвую тишину. Ни одного огонька не увидишь. Вот так отдыхали. Ну, кино. А потом на пятачке у нас была площадка, она непроизвольно организовалась. Стояла волейбольная сетка летом. Сейчас, когда уже прошло столько времени, и за 46 лет Нефтьюганск, можно сказать, изменился до неузнаваемости, он вырос на ваших глазах, хотелось бы узнать, какое самое яркое событие, яркое преображение, может быть, в облике Нефтьюганска вас удивило или, может быть, расстроило? Да, город, конечно, хороший. Но мы лучшего-то в то время-то не видели. Не знали даже. Вот когда первая бетонка здесь, в первом микрорайоне была построена, бетонка, мы же... Господи, бетонка! Можно сапоги снять и идти по этой бетонке. А до этого как? Греги же пройдет, привнут, ага, ЦР-ка идет, ну, это машина, значит, воду, нефтяную ему все делают, поливали улицы, чтобы пыли не было, потому что как только машина прошла, поднимался в желтый стол пыли, и это все вот... И с чем сравнивать? Сургут с Нефтьюганском? Нет. А если у вас в городе любимое место, где вы будете прогуливаться с семьей, с детьми, с внуками? Конечно, меня еще всегда тянет на пятачок. Это, как бы он ни преображался, но ветер свободы там высоко же, там всегда ветер, а ветер это, как говорится, охлаждает душу. Анатолий Александрович, что пожелаете родному городу? Процветание-ка, естественно, процветание, чтоб город, город свел. Я хочу, знаете, чтобы не было образцово-показательным только одна площадь, где находится действительно, ну, украшает город, правда? А чтобы эти цветники также были, ну, в каждом микроорганизме, какой-то, чтобы шел-шел и среди этой серости, вдруг ты увидел вот этот оазис красоты. Это вот моя мечта голубая. Анатолий Александрович, ну, вас также хочется поздравить с праздником. Впрочем, как и всех первопроходцев, старожилов, пожелать вам сибирского здоровья и долгих лет жизни. Спасибо большое. Вам спасибо, что не забываете нас, старожилов. Человек в 46 лет считается уже взрослым, опытным, прожившим практически полжизни. А вот для города это еще не возраст. Года любому муниципалитету идут только на пользу. Он растет, развивается, становится солиднее. Свои поздравления и пожелания родному городу передали и нефтеюганцы. Конечно, в любом случае еще многое надо изменить, многое надо улучшить. В медицине, правильно. Сейчас новый главврач пришел же, приступил к работе. Конечно, мы пожилые люди ждем улучшения. Ну, я довольна нашим городом. Где бы я ни была, все равно мы сравниваем, все равно мы говорим, наш город, он родной, он лучше всех. Побольше счастливых лиц, радостных в этом городе. Ну, и молодежных движений побольше, чтобы молодежь не бездельничала, по подъездам не прятались, а действительно какое-то увлечение было у ребят. Ну, лучше всего кинотеатр, чтобы показывали фильмы, кафе, чтобы поблизости было не так далеко, там, например, в центре. Чтобы здесь поблизости был, там, какие-нибудь развлекательные, боулинг, например, бильярд, каток новым построили. Сказать-то толком нечего. Вроде ко всему привык уже за 30 лет. Все так, как хотелось, вроде есть. Зелени побольше. Приехала в 67-м году. Ну, что было и что сейчас есть. Город красивый. Все, дети устроены, внуки устроены, правнуки есть. Так что все хорошо. Ну, я хочу, чтобы город наш процветал, был еще краше, был еще лучше, чтобы всем жилось хорошо. Здоровье, чтобы не болели, потому что сейчас как раз сезон холодов начался, и чтобы все было хорошо. Побольше детских площадок, потому что сейчас много детей, и негде и детям играть. И ставят машины не там, где надо, временами людей. Здоровье, счастье, самое главное. Ну, правительству нашему тоже, юганскому. Ну, я смотрю, улучшается вокруг город расцветает лучше, дороги лучше. Желаю вам, чтобы вы так же жили хорошо, как и сейчас. Было много здоровья. Удачи! По случаю знаменательного события дня рождения города в культурном центре ОПС состоялся праздничный концерт. Поздравить горожан приехали главы других муниципальных образований Югры и представители окружной думы. В числе приглашенных была и наша съемочная группа. Нефтьюганск динамичный перспективный город. Всего за 46 лет он смог превратиться из вахтового оболочного поселка в прекрасный современный муниципалитет. Однако такое развитие стало возможным только благодаря черному золоту, разведку и добычу которого начинали отважные нефтяники-первопроходцы с легендарной скважины Р-62. Запасы углеводородного сырья послужили основой нового города. Именно нефтяники первыми ступили на эту землю и, как оказалось, совсем не зря. В недрах земли обнаружили столько черного золота, что Юганскнефтегаз стал одним из крупнейших дочерних предприятий компании «Роснефть». Нефтьюганск известен России месторождениями большой нефти. С них началась его молодая, но яркая и насыщенная жизнь. Но главное достояние нашего города это вы, дорогие нефтьюганцы. Генеральный директор ООО РН Юганскнефтегаз Игорь Жерж в своей поздравительной речи отметил, что 2 миллиарда тонн нефти, добытой с начала освоения недр юганской земли это лишь половина всех разведанных запасов. Новейшие технологии добычи нефти и газа позволяют извлекать углеводородное сырье из самых труднодоступных мест. А это значит, что у муниципалитета впереди большие перспективы для развития и процветания. РН Юганскнефтегаз всегда активно участвуют в развитии города нефтьюганска. С 2005 года городообразующее предприятие выделило на строительство социально значимых объектов и благоустройство города 4,5 миллиарда рублей. Из них 787 миллионов потратили в этом году. Поздравления и теплые слова благодарности в честь дня рождения города прозвучали и от почетных гостей, глав муниципальных образований и представителей депутатского корпуса окружной и областной думы. Удивительные люди строили, продолжают строить и развивать наш город. Спасибо огромное всем и низкий поклон всем первопроходцам, старожилам, ветеранам, которые шли рядом плечом к плечу и сегодня создали наш комфортный и востребованный город. Нефтьюганск на самом деле как вы сейчас говорили уникальный город, у него очень богатая трудовая заслуженная биография в прошлом, у него яркое настоящее и у него уверенное прекрасное будущее. За безупречную службу, высокий профессионализм, самоотверженный труд лучших нефтьюганцев удостоили нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами председателя окружной думы, главы нефтьюганской и городской администрации. Вся моя жизнь прошла, и дети выросли здесь, и внуки, поэтому, конечно, это город родной, и все люди, живущие в этом городе, тоже для меня родные, и поэтому я счастлива, что живу в этом городе, и все люди, которые живут в этом городе, должны быть счастливы. Несмотря на существующие проблемы, город развивается и процветает. И пока есть тесное взаимосотрудничество нефтяников и администрации, нефтьюганск будет повышать свой авторитет среди других городов округа и улучшать жизнь и комфорт горожан. И последнее, через несколько минут смотрите специальный репортаж Андрея Сакара о прошедшем выходные открытом чемпионате Уральского федерального округа по спортивным танцам на Кубок Рен-Юганск Нефтегаз. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтьюганский». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Удачных вам выходных и до встречи в эфире.